Приветствую вас, дорогие друзья! Продолжаем изучение Божьего Слова. Тема сегодня – свидетельство, наделенное силой Святого Духа. Мы говорим о миссии. И сегодня будем говорить, какую важную роль занимает Дух Святой в миссии. У нас сегодня в студии Аркадий и Владимир. Приветствуем вас. Добрый день. Я думаю, такая серьезная тема. Нам очень важно было бы пригласить вас к молитве. Чтобы мы вместе могли помолиться, чтобы Господь дал нам разумение, понимание этой темы. Давайте помолимся. Господи, мы очень благодарны Тебе за то, что сегодня мы опять можем открыть Слово Твое. Мы хотим узнать, настолько важна роль Святого Духа вообще в жизни нашей, в миссии. Поэтому благослови, пожалуйста, нас, когда мы будем исследовать эту тему, и наших слушателей, наших зрителей. Помоги, Господь, чтобы мы сегодня могли открыть важную истину для себя, могли жить по ней и благовествовать с помощью Духа Святого. Слава Тебе за все вечное. Аминь. 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 Какие вы могли бы определить, что тут вообще Дух Святой на землю послан? Для чего? Какую роль? Это Иисус пришел. Мы понимаем, какую роль Он сыграл. Он, допустим, пришел, начал свое служение, потом Он был распят. Мы знаем цель этого всего для спасения всего человечества. Дух Святой. Когда Христос уходил, Он сказал, что отправлю вам утешителя. Утешитель, значит. Утешитель. Ну, я всегда Духа Святого о себе представлял, как обличителя грехов. То есть, вот то, что мой голос совести, который мне говорит, что ты неправильно делаешь сейчас, и ты знаешь, что ты неправильно делаешь, вот это вот и есть Дух Святой, который обличает меня в том грехе, который я совершаю. Утешает и обличает. И дает мне силы, как бы, и желание избавиться от него, оставить его и перестать его совершать. Хорошо. Знаете, у меня ассоциация была с барометром, который реагирует на погоду, да? Но Дух Святой, как мы читаем и почувствовали на практике, это не что-то, что реагирует на мои действия, да? А это разумная личность, которая влияет, управляет, дает мысли, она регулирует, координирует, напоминает. То есть, это разумная, это не система, которая реагирует на что-то, а это разумная личность, которая управляет. Сегодня происходит большой, скажем так, спор в мире христианства. Это личность, это не личность, это сила или не сила и так далее. Хочу сказать, что мы в нашей церкви имеем определенное понимание, что это личность. И мы об этом сегодня дискутировать не будем. У нас есть ясное, четкое понимание этого вопроса. И действительно, мы понимаем, что те моменты, которые отметили, очень важны. Я отметил тоже для себя ряд моментов, давайте мы их поразмышляем над ними. Дух Святой, Дух Святой, Он всегда рядом с нами, чтобы вести нас к искренним искателям истины. Он направляет нас, вот куда идти. Бывает, знаете, вот думаешь, ну кому же вот еще, с кем бы поделиться. Потом раз, такая мыс приходит. И мы думаем, ух ты, хорошая мне мысль пришла. Дух Святой, Дух Святой ведет нас. Дальше, Он помогает нам находить соответствующие слова, когда мы говорим. Как Владимир сказал, наставит. Он скажет, что говорит, какое время. Напомнит нам. Воздействует на умы собеседников. Увозить, мы говорим и думаем, ну все, вот это я ему, думаю, доказал. Нет, нет, это не я. Это вообще я, как орудие в руках Божьих, и Дух Святой через меня открывает и воздействует на разум человека. Убеждает в истине. Дух Святой убеждает в истине. Помогает откликнуться на Божий призыв, потому что человек принял решение. Мы думаем, ну вот, все, все-таки да, я получилось. Нет, нет, это Дух Святой, который помогает человеку принимать решение. Мы очень маленькие люди. Мы сказали и разошлись. Есть, и человек начинает думать. У меня вчера была встреча с этим человеком. Он приехал не вовремя. Скажем, уже почти темнело, заход солнца. И он просил там что-то еще сделать. Я ему говорю, знаешь, он знает, он знает точно мои убеждения. А он, наверное, противоположен к убеждениям. Но слово знает. И вот он мне говорит, ну, написано, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Я говорю, так, ты же сам и ответил. Суббота переводится как покой. Покой дан для человека. Так вот вопрос, мне покоится или нет? Вот если покой дан, я же должен воспользоваться. Мне Бог уже дал этот покой, я уже нахожусь в нем сейчас. Да? Ха. А я всегда думал наоборот. Наверное, он об этом будет глубоко сейчас думать. Дух Святой не будет давать ему покоя. Потому что ведь он всегда думал наоборот. Тебе дан, а вот ты и пользуешься этим. А я говорю, покой дан. Видите, я уже в покое, а вы еще нет. Вот тогда. Ха. Не думал об этом. Понимаете, он всегда, я говорю, он был научен по-другому. И никогда не хотел думать, что этот текст вообще о другом говорит. Что покой дан для человека. И ты должен воспользоваться этим покоем. Общаться с Господом. Потом Дух Святой убеждает верующих в том, чтобы свидетельствовать. Он как бы, понимаете, направляет нас. Вот он не дает нам покоя. Помните, кто-то говорил, думал, буду молчать, но не смог. Помните, вот я не помню, какой пророк говорил, принял решение, что буду молчать. Все, не буду больше. А потом говорит, но я не смог, потому что горел во мне, вот как в костях огонь, что я не мог. То есть, я верю, что Дух Святой побуждает нас тоже к этому. Ну и еще одно я отметил, чтобы, он открывает нам глаза, чтобы видеть возможности, возможности, чтобы трудиться и чтобы люди были восприимчивы к Божьей истине. Наши возможности для труда, а людей восприимчивы к Божьей. То есть, не вот мы вот эти все стыкуем, так, этот примет, этот не примет. Ага, кто он такой, ага, национальность такая, нет, он мусульман, не, не примет. А, евреи, не, не. Это мы вот так вот рассуждаем. Дух Святой делает все, и мы сегодня увидим, что он призывал и римлян, он призывал и евреев, он призывал и язычников. Для Духа Святого вообще нет какого-то сбития. И призывал и убеждал. Да, 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 я не имею в виду принимание Христа, и становились верующими. И от Духа Святого не существует преград, национальности, бетонной стены, ничего не существует. Поэтому мы вот с вами буквально поговорили о роли Святого Духа. И, конечно, он и направляет, наставляет, обличает и так далее. И еще вот то, что вот ты сказал, Аркадий, что Дух Святой – это не просто показать нам, какие мы плохие. Что, знаете, вот он… Реагирует, а он ведет. А он открыть, показать нам, что Бог благ, что он любит, принимает, прощает. И Дух Святой, он, в общем, скажем так, помогает нам преобразоваться в подобие Божьих. Чуть-чуть возвращаясь опять, личность или не личность, вот все вот эти вот показатели, они очень яркое доказательство того, что это личность. Потому что все эти показатели, вот все эти функции, да, или направления действия Духа Святого, они как раз и показывают, что это… Это не реагирующий барометр, да, или какой-то, скажем, датчик, да, а он думает, он направляет, он обещается, он огорчает, он действует. То есть это не реагирующая сторона, а именно… Ну, все, всех параметры личности. Ну, нельзя говорится, что все грехи будут вам прощены, но хула на Духа Святого прощены не будет. То есть, это еще один доказатель. Хотя представить его я всегда для себя имел сложную проблему. Вот Бога представить получалось, Христа представить получалось, потому что вырос с картинками со всеми мучиками, со всеми остальными. Вот-вот, ты себе ответил, он вам просто на картинках вырос. А вот Духа Святого, сколько ни пытался, не могу представить, вот как бы он выверил. Нет аналогии для сравнения, поэтому мы не можем. Да, вы знаете, мне кажется, это тайна, и нам не нужно сегодня говорить о природе Святого Духа, как он выглядит. Мы знаем, что это личность, а вот природа обладает, мы тоже не знаем. Мы говорим, что нам Иисус понятен, да, но написано, прошел невидимым сквозь толпой, невидимый, да. Они собрались в комнате, все двери заперты, он постановится посередине, говорит, мир вам. Как? Как? Ну, то вопросики тоже есть, но легче какого, сказал, картинок было много. Картинок много, но он встал посреди, когда все двери заперты, то есть, как он сквозь стены прошел, опять же, да, то есть, какой он? Так представляем мы, но я думаю, очень ограничено, очень мало. Я думаю, верующие люди, которые будут спасены, они в Царстве Божьем, они об этом сами узнают скоро. Хорошо, давайте прочитаем Деяние 31, 4.31 Деяние. Мне очень этот текст нравится, я его очень часто цитирую и читаю. Почему? Потому что я... Деяние 4.31. 4.31. 4, да. Я просто восхищаюсь, как Господь проявляет себя. Да. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Вот давайте попробуем поразмышлять, почему именно вот таким вот образом проявил себя Дух Святой. А у меня такой перевод. И начали безбоязненно возвещать Слово Божье. С дерзновением. А выше можно полностью стихать? И когда они помолились, зашатался дом, в котором они собрались, и исполнились все Святого Духа. И начали безбоязненно возвещать Слово Божье. Вот для чего это? Вот для чего? Почему вот он, скажем, вот так вот себя проявил, чтобы ваш дом зашатался? Ну что, не хватит помолиться просто, и... Ну и помолились. Проявление силы? Ну, конечно, да. Проявление силы для чего? Я размышлял над этим, и пришел к такому выводу, чтобы именно все апостолы, все апостолы, которые были там, могли быть заверены в Божьей силе. Вот такое заверение получили. Вы понимаете, что если... Я помню, мы как-то сидели в холле, в церкви, и в одну из... В пятницу вечером, перед служением, не знаю, что еще помнишь, да? Вот так вот под нами вот так вот раз, так волнами земля прошла. Как будто, знаете, вот смотришь на море, да, и так красиво волна идет. Вот точно так земля прошла под ногами. Прямо мы вот так все почувствовали. Это прошло уже, не знаю, сколько лет, не так много, может, четыре года, но это так свежо в памяти. И вот представьте себе, вот так вот дом начал ходить. Смотри, а вот так вот, как там написано? Поколебалось место. Поколебалось место. Представьте себе, насколько это и впечатлило, когда после молитвы и сразу после этого исполняется Духа Святого. То есть, какое сильное заверение. Вот он я, вот моя поддержка, вот вам знак того, что я с вами. Ободритесь и идите. И вот как раз перевод, который у Вова есть сейчас, он прочитал, это перевод Кулакова, да? Там говорится о том, что уже боязни нет. Значит, была боязнь какая-то еще, знаете, до этого. Римляне, а вдруг распятие, ну, фальсификация, что украли тело. И все вот эти слухи, что с нами будет. А, после этого уже нет. Ну, это ответ не только на одну молитву. Мы знаем, что они собирались и молились ежедневно в течение этих сорока дней. Верно. Постоянно собирались, молились, молились, молились. Но только после этого написано, что уже без боязни нашли. И после этого написано, что они исполнились Духа Святого. Вот именно после этого. Потому что это было такое мощное заверение. Да, Бог увидел, что им нужно именно какое-то видимое подтверждение, поддержка. То есть, вот знак О. Обычно этого не происходило. А вот сейчас оно произошло именно здесь. И они поняли, что это именно ответ, это реакция Божия. То есть, им нужно было подтверждение. И Бог это видел и преподнес им это. Да, и вот как результат этого 4.4. Давайте прочитаем. Деяние 4.4. Но многие из тех, кто слушал, о чем они говорили, уверовали. И число верующих достигло 5 тысяч. Вы замечаете, да? Это результат. Сила проповеди Евангелия с помощью, с великой силой Духа Святого. Что Дух Святой делает? Я говорил раньше, что мы только орудия в руках Божьих. А основную работу совершает, конечно, Господь Бог. То есть, для нас с вами, друзья, я тоже неоднократно о том и повторяю, что если у Первой Апостольской Церкви, если в Новозаветнее время, еще были вопросы, которые не отвечены, ну много, а как, а что, правда, неправда, а Он Мессия, а Он не Мессия, принять Его, нет. У евреев очень много сомнений было, потому что, знаете, мы все знаем, что это Мария, все знаем, что Иосиф, и тут вдруг он говорит, что он Божий, ну мы же знаем это. Допустим, очень много. Сегодня для нас, людей, живущих в 21 веке, имеющих такой большой доступ к информации, ну у нас нет сомнений. У нас нет сомнений. Сомнения всегда могут быть, но я имею в виду, оснований нет таких. Потому что мы уже видим, все прошло, все состоялось, был, умер, воскрес, вознесся, пророчества исполнились, мы сравним от Моисея до Захария или до Малахи даже возьмем, все исполнилось, реально. Они еще как-то могли в чем-то сомневаться, так, не так. Но после вот этих событий, когда Дух Святой проходит впереди и совершает эти великие моменты, 5000 людей каются, понимаете? Уже сомнений не остается. Потому что Дух Святой выполняет огромную работу. Еще Деяния 2.41, там написано 3000, да? 3000, 5000. И вот, когда возьмете немножко дальше, уже служение Павла, сколько там тысяч каялось? Там целые города, в них общины появлялись. Общины появлялись. Но, вы знаете, я хотел сделать акцент на другом. Мы читаем, написано, слово приняло там Диаклит. Слово приняло еще там это. Еще это приняло. Отдельные личности. Да. И эти люди, они организовывали там уже, развивали, так скажем, церкви. То есть, вот есть момент, когда вот ты должен начать, Дух Святой будет, для чего это все? Вот почему вот такой вот большой толчок или рывок был в начале? Это было начало. Это был такой момент, когда их было очень мало. Сколько там этих учеников было? 12 учеников плюс последователей. Ну, скажем, там человек 200-300 в Иерусалиме они собирались. Вот им нужна была эта сила, чтобы они разошлись и по всему миру. Действительно, у них в один generation, в одно поколение, это вся Азия, до Индии там они дошли. Это весь мир. И потом Европа. Да, потом Европа. Это весь, как бы, тот современный научный мир, скажем так. Интересно, 17 главе там, 6 стих, по-моему, если я не ошибаюсь, священники говорят, что всесветные возмутители, да? Весь свет, весь мир. Ну да. Вы знаете, это очень важно, кстати, отметить, что вот из такой маленькой группки несколько человек, сколько их там было, и сегодня весь мир знает о Христе. Ну, нет такого места, где бы о Христе не знали. Да, они не все адвентисты. Они не все, скажем, понимают до конца точность и истину. Но они все узнали о Христе. И где хотите. Даже та же Эфиопия, да? Та же Африка сегодня. И все, она сегодня как евангелизирована. Знаете, я когда вот думал, Христос говорит ему, идите по всему миру, да, крестья. Вот до края земли, да, в одном евангелии, во втором говорят разные обороты такие. Вот я подумал, а каковы были познания учеников о географии? Вот когда он говорил, идите по всему миру. Вот что они понимали под этой фразой, идите по всему миру? Ну да, карты, GPS, а нету. Да, вот сколько, какие были границы их? Или это было, это однозначно не только Палестина, да? Хотя мы знаем, что из Деяния Апостолов, что вначале их география не выходила за рамки Иерусалима. Потом Иудея, потом Самария, да. А потом, смотрю, разбежались. Уже один в Риме, один в Греции, один где-то еще. Удивительно, как вот... Я не думаю, что они даже задумывались, вот наша та точка, на которой нужно дойти. Они просто шли, куда их Дух Святой вел. И делали свою работу. Когда они умирали, другие шли дальше и делали свою работу. Ну да. То есть, для них край земли, как ты сказал, мог быть и в той же самой Греции, в Риме, где они никогда не были. Ну, для убого нету, это дело. Вот вообще, для чего книга Деяния Апостолов написана? Почему Лука вот так вот Бог вдохновил его написать? Какая главная цель? Вот, в общем, как мы можем назвать эту книгу Деяния Апостолов? Это было письмо. Это было Кеопилу. И он рассказывал... Он ему говорил за Павла и рассказывал, что происходило, как бы, среди учеников. Он хотел показать, что это цивилизованные люди. Это не люди, которые... Это люди, которые разного поколения, разного, скажем так, уровня. И принимают истину. И каются. И Господь Бог совершает через них великое. Что это не просто там... Это достопочеченному феофилу. Это он просто хочет показать, что интеллигенция приходит. И все приходят. Такие, как и ты. То есть, и тебе тоже можно прийти. Вы знаете, я думаю, что... Я бы сказал, что это, как бы, миссионерское пособие Деяния Апостолов. Это миссионерское... Как совершать миссионерскую работу. Это учебник по миссиологии. Как работает Дух Святой в последнее время. Вот как он тогда работал, как он сегодня. Чтобы оно и нас вдохновляло. Вот именно для этого эта книга написана для нас. Лично тогда феофилу понятно. А сегодня нам. Для чего? Как пособие. Вот смотрите. Так, так, так. Результат такие, такие, такие. Помню, Исаак Клеймонис в Зарокске назвал... Это книга, Деяние Святых Апостолов. Он ее назвал... Деяние Святого Духа через Святых Апостолов. Он как бы показал, что вот этот Дух Святой, вот как он проявлял себя в жизни Апостолов, которые приняли его и позволили, чтобы он трудился через них. И как раз вот Лука 5.14, давайте еще прочитаем. 5.14, Евангелие от Деяния Апостолов. Деяния или Лука? Деяния. Деяния. Я хочу сказать, что Лука писал. Деяния Апостолов, потому что он является автором. Вот он тоже здесь пишет такое, я что-то не обращал раньше внимания. 5.14. И все больше и больше мужчин и женщин, верующих в Господа, пополняло их ряды. Можно прочитать синодальный. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Числа уже нет. Ни 3, ни 5 тысяч. Нет. Множество. Да. В синодальном написано, множество мужчин и женщин. Множество. Уже не считают. И 15 стих говорит, так что вы носили больных на улицу, полагали на постелях, кроватях, хотя бы чтобы тень проходящего Петра осенила кого из них. То есть, вот для чего вообще Лука дает эти цифры, как вы думаете? Для ободрения. Рост, развитие, действие. Да. Вдохновить. Дальше. Показать цель церкви и миссии. Дойти до края земли, образно говоря. Чтобы все. И показать, что это реально. Показать, что это реально. Ну, Сисус Христос, когда общался в последний день со своими учениками, Он говорил, что дела, которые Я творю, и Вы сотворите, и более всего сотворите. И вот здесь Он показывает, что, в общем-то, это была не заслуга учеников, а опять-таки действие Духа Святого. Они позволяли Духу Святому через себя демонстрировать или проявлять эти же самые великие дела. Мы дальше там читаем, что с окрестных городов сходились люди, они верили, они слушали, они понимали, они следовали. Аркадий, вот ты хороший вопрос поднял. Как это позволяли? А как можно не позволить? Ну, давайте мы про нас поговорим. Позволить или не позволить? То есть они позволяли. Я согласен с этим выражением абсолютно, что мы можем не позволить. Как мы можем не позволить? Я просто о чем? Может быть, мы или наши зрители сегодня допускают какую-то подобную ошибку, и думают, да, у нас ничего не получается. А может, мы просто не позволяем Духу Святому? Как можно позволить или не позволить? Ну, элементарно, вот Вова вначале начал с того, как он представляет себе Духа Святого. Это кто-то, который влияет на нашу совесть, да? Он не заставляет нас. Он как бы шепчет, тихо говорит, как нужно делать. Но выбор-то за нами. Так. В конце концов. Вот, продолжая, да, эту мысль, он сказал, вот это неправильно. Что ожидается от меня? Не сделать, потому что это неправильно. Да, или я что-то делал, он мне говорит, это неправильно то, что делаешь. Перестань делать, да? То есть я игнорирую. Если я принимаю, хула на Духа Святого то же самое, да? То есть если я делаю, я проявляю послушание, и я позволяю ему действовать. Если я игнорирую, я не слушаюсь, то я не позволяю. То есть вывод такой. Что мы позволяем Богу работать в нас, когда мы обращаем внимание на то, что Дух Святой нам говорит, или на что указывает нам, через нашу совесть. И останавливаемся от этого. Потому что если Дух Святой мне говорит, не воруй, а я уже привык это делать, и я как-то игнорирую, я не позволяю Духу Святому дальше работать через меня. То есть он не может действовать через меня вот таким вот образом. Хорошо. А как Дух Святой в жизни апостолов действовал? Можете привести яркие примеры, когда Дух Святой прямо ярко принимал вот участие в жизни апостолов? Первый пример мне пришел на память Филипп. Крестил Евнуха по дороге, да? Да. Вот и сейчас. Шел, услышал, что тот читает, бормочит, что это не может понять, да? Дух Святой ему подсказал, он пристал к колеснице, да? И вот сделал свое дело, крестил его и исчез, позволил, чтобы Дух Святой остался. То есть вы понимаете вообще, что здесь происходит? Что Дух Святой совершает такое сверхъестественное, принес его и унес его. Понимаете? И совершил великую работу. Этот человек был, скажем, может, министр финансов. Хранитель финансов царицы какой-то, да? И я думаю, это была влиятельная личность. И когда он пришел в свою страну, он рассказал, что Господь сделал. И через это, может быть, и началась там большая проповедь, большое движение. А помните, когда сошедшее с неба в видении полотно с... Петру. Да, Петру. Это тоже было яркое свидетельство. То есть он здесь Петра Дух Святой готовит. Там он людей готовит. Они встречаются, они на одной волне, они понимают, о чем идет речь. То есть тут однозначно... А кому так вот не явилось, все осуждают. Да. Ты что делаешь, с кем ты общаешься? Да, да, да. И так далее. И Петр говорит, ну если бы не вразумил меня Дух Святой, да, Бог... Я бы тоже думал так. Я бы тоже был на вашей стороне. Да, да. То есть как сложно, когда один человек руководим Духом Святым, а другой человек нет. Сложно. Воскрешение Тавифы тоже. Даже это в одной и той же церкви может быть. Одному видно, а другому не видно. Это, кстати, ответ на вопрос позволять и не позволять Духу Святому действовать через нас. Да, совершенно верно. И вот вопрос еще о Стефан. Вот представьте, перед человеком предстоит смерть, и его начинают, как говорится, побивать камнями, и он, Бог, поддерживает его видением открытого неба. Он говорит, я вижу. Все, я вижу, ради чего это происходит. Я вижу, почему я должен страдать. Я вижу открытое небо. Я вижу Сына Человеческого. Я вижу. Понимаете, Дух Святой поддерживает. Поэтому я бы хотел сказать, что когда мы с вами где-то в чем-то, скажем, начинаем сомневаться или слабеть, очень хорошо сказать, Господи, укрепи меня. Ты знаешь как. И он укрепит. Он пошлет. Землетрясение. Кому что надо. Кому землетрясение, кому... Я не знаю, кому что. Но потом мы начинаем жаловаться, Господи, я же не этого просил. Да, да, да. Я же не готов к этому. Я же не готов, да, к этому. Поэтому, ну не знаю. Вот и мы смотрим. А Павел, мне кажется, это самый яркий пример, да. Он падает и встает другим человеком. И становится таким миссионером, который евангелизирует потом всю Европу. Я не помню сейчас, где он перечисляет, сколько раз его били, сколько раз тонул, сколько раз выносили, заносили, выволакивали, да. А это все вот не сломимое такое, потому что он полностью доверил Духу Святому. И Дух Святой показывал, что Павел, тебе еще нужно будет пострадать, ты еще перенесешь это все, будешь не сломим. А знаете, как я обычно начинаю беседовать с людьми, которые я вижу, что они, в общем, такой оппозиция. Первое, что я говорю, если ты человек честный, если ты человек честный, ответь честно сам себе сначала. Ты не понимаешь, или ты не хочешь понимать, или тебе не выгодно. И вот Павел, он был честный человек. Когда он узнал Господа, все стало на второй план. И карьера, и положение, и, скажем так, может быть, какие-то даже там льготы. И все вот это, что он знал, и с кем он дружил, и в каких верхах общался, или вращался, все осталось. Он говорит, для меня это уже вообще ничего не значит. Хотя, я фарисей из фарисеев. Я там не порочен, и так далее. То есть, он говорит, а для меня это уже ничего, потому что я узнал Христа. Это честный подход к тому, к чему ты стремишься. Потому что, если мы точно знаем, как сделать и делаем наоборот, мы лицемеры. Мы нечестные люди. Да, тип личности остался тот же самый, темперамент остался тот же самый, рвение осталось то же самое. Но в другом направлении. Только в другом направлении, да. Он, зная, понимая, где есть истина, он шел, простите, напролом шел, да, выполняя это. Давай мы себе зададим вопрос. А через нас сегодня Дух Святой так работает, нет? Как вот мы только что привели вот эти ряд примеров. Может работать, если бы мы ему позволили. Тогда другой вопрос. Не позволяем. А что не позволяет? Смотрите, друзья, мы знаем истину. Иногда боязнь сказать что-то в каком-то кругу. Вот давайте я, Вова, смотри. Вот с каким количеством людей ты за неделю встречаешься? Много. Ну, человек 20 точно, да? Больше. Ну, каждый день я захожу примерно от 8 до 10 домов раз. Хорошо. Каждый день. Ну, пусть возьмем, давайте, 5. То есть, если мы возьмем, умножим на 5, на 6. Ну, что 5, иногда у тебя 6 дней. Ну, 30 человек точно за неделю. 30, 40, 50. 30 человек за неделю. У нас 4 недели. 4 недели в месяце. Это уже у нас получается 120, да? За месяц. Ну, 30. 30, 30, 6, 120. За год? 144 тысячи. 144 тысячи. 12 на 12. Нет, нет, нет. Я думаю, почему. Если за месяц 120, за 10 месяцев 1200. И еще 2 месяца, это 240. 1200. Ну, грубо говоря, полторы тысячи человек за год. Если бы мы могли дать хотя бы десятой части, я не говорю каждому, не всем дашь, какой-то буклетик, какое-то напоминание какое-то о Христе. Вы понимаете? Вы представьте, какую работу мы можем сделать для Господа. Вот только представьте. Я себя на этом ловлю. Я себя на этом ловлю. У меня тоже достаточно количество людей, с кем я общаюсь. Новые люди абсолютно. Это разнациональности. И мы можем для всех... География большая. География большая. И представь, человек придет домой, и Дух Святой начнет действовать, и этот сотник, который стоит, все распинает. Он говорит, слушайте, я меняю свое мнение, это Сын Божий. Я присоединяюсь. Вот в один момент, раз и все. Понимаете? Я считаю, что нам нужно не читать, как апостолы совершали, а чтобы кто-то потом читал, как мы совершали. Поэтому, друзья, я думаю, что нам необходимо все-таки думать над этим и думать, что же я могу еще сделать. Немного, но что-то нужно делать. И я думаю, запастись каким-то материалом и так понемногу все-таки иметь с собой при возможности давать. И Дух Святой дальше будет делать. Не наше дело. Потому что, как я говорил в начале, я верю, что Дух Святой этому человеку не даст покоя. Когда я ему сказал, ты знаешь, но все-таки, если Бог говорит, что это покой для тебя, так воспользуйся им. И он будет думать. Хорошо, друзья, давайте мы еще посмотрим, какой силой обладает Божье Слово. Вот какой силой обладает, как оно может менять людей. Иногда мы думаем, не, о, не, Серегу, да, Серегу я знаю, он в жизни не примет. Или того, этого, нет, 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 никогда, даже не пойду туда. То есть, мы до конца не можем тогда, мы тогда не доверяем Духу Святому, не доверяем Божьему Слову, не доверяем саму Богу, как он может сделать. Мы становимся выше и думаем, нет, все, знаете, я решил, что этот не примет. Это я решил. Как мы раньше сказали, мы не позволяем Духу Святому действовать. Действовать, да. Давайте прочитаем 2 Петра 1, 21. Знакомые нам тексты, знакомые нам тексты. Почему Божье Слово, которое мы читаем, обладает такой великой силой? Вот почему он обладает такой великой силой? Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Правда? Ответ на лицо. Ответ ясен. Почему он обладает такой силой? Потому что, во-первых, люди посвященные писали, но этого очень мало еще. Это мало. Это одна часть. А вот Дух Святой руководил написанием этих истин. Я вспоминаю слова в 12 главе Даниила, когда ему сказано, ты знаешь, Даниил, ты это не поймешь, что ты сейчас пишешь. Ты вот это все сокрой, это все сокрыто. Кто-то когда-то позже прочитает и поймет. Мы до конца тоже не понимаем, как Дух Святой работает. Мы до конца не понимаем, как Божье Слово работает. Да нам и понимать не нужно. Нам нужно выполнить нашу роль, нашу часть. А дальше Дух Святой позаботится. И еще мне очень сильно нравится текст Евреям 4.12. Очень нравится. Помните, что Слово Божье, оно проникает до составов и мозгов. Да, как меч обоедовострый. И до разделения души и духа. И судит помышления и намерения. То есть, вот Слово Божье или Дух Святой, он проникает. Все составы, все, ну, вообще до разделения души и духа. То есть, это настолько сильное, что мы даже не знаем, как Дух Святой может подействовать в этот момент. Почему? Мы не знаем. Но мы точно знаем, что у него есть сила. Мы совсем недавно, несколько недель назад, закончили цикл исследования, как понимать Священное Писание. И вот, связывая сегодня вот эти вот две темы, мы видим, что Дух Святой, который вообще имеет вот эту идею, ну, Бог, да, спасти человека, да, это основная цель Божья, да, спасти человека, попавшего в беду, в нашу планету, попавшую в грех, да. Вот, он посылает весть в виде Священного Писания, вдохновил человека, который писал это, теперь вдохновляет человека, который читает и говорит кому-то, да, и потом будет вдохновлять человека, который будет читать, анализировать и углубляться в Священное Писание. Поэтому здесь вот тот самый момент, когда нам нужно просто не мешать. Я еще раз, еще раз, простите за автологию, да, возвращаясь к этому. Нам нужно не мешать, а по возможности содействовать Духу Святому, делать то, что Он хочет сделать. Я думаю, использовать возможность, которую Бог нам предоставляет, вот это важно. Да. Использовать возможность, которую нам Бог предоставляет. Все, не терять ее. Вот вошел в дом, посмотри, как ты можешь тут вот засвидетельствовать. Или словом. Завязать разговор. Или делом. Или, может быть, оставить что-то. Вы знаете, ко мне на этой неделе пришли два еврея. Два еврея пришли. Таких, знаете, в кипе, в, значит, со всеми внешними, да, видимыми такими проявлениями. И с ними маленькая девочка. Пять лет, может быть, где-то. Девочка в юбочке. Знаете, вот так вот с детства уже воспитывается. И они очень сразу, а как вы вообще относитесь к Божьему народу? А как вы, а вы верите в это? А шаббат для вас святой день? Они ничего не знают обо мне. Они так вот все спрашивают. Вот пришли вообще по другому вопросу. Там им что-то нужно, какая-то вещь. Но тот вопрос был где-то дальше. Сначала было это, понимаете? То есть, они не стесняются. Они говорят, они внешностью, они словами. Когда мы входим в дом, понятно, во всем нужен такт, во всем нужен подход. Но нам главное нужно помнить, что я здесь для того, чтобы донести эту весть. Я не пришел отремонтировать что-то. Я пришел донести весть. И если получится, отремонтировать. Понимаете? Вот тогда все перевернется. Когда Христос станет в центре, и все будет вращаться вокруг Христа, все будет благословенно. Когда Христос будет вращаться так иногда вокруг моего бизнеса, то не будет иметь успеха. Я в пятницу утром зашел в дом, смотрю на work order, задание по работе, мой что. Думаю, ну все. Но захожу. Мир вам. О, ты читаешь Библию. Видите, да? Сразу реагирует. Да, реагирует. Поэтому вот таким вот я считаю методом. Господь сегодня хочет, чтобы мы использовали всякую возможность. И вот мы читаем историю, когда Дианя 16 глава написано, Лидия пришла. Помните, да? И потом, кто еще пришел? А весь ее дом. Понимаете? Приходит один человек. У нас как часто было, что приходит один человек из семьи. Дети, кто-то из детей, муж или жена. А как Павел пишет, освящается. Да. Муж не верующий, женой верующий. Или наоборот, освящается. То есть, свет Божий получают через этого человека. И все домашние веровали. А это были евреи. Дальше мы читаем. Обращается Дионисий. А Дионисий это влиятельный человек. Грек. Это грек. И истина уже там распространяется, потому что он был членом судейского совета. Мы читаем об этом. Который рассматривал судебные дела. Когда люди знают, что рассматривает человек верующий, человек влиятельный, человек богобоязненный, им становится интересно. Понимаете? И таким вот образом хочу сказать, друзья, не наше решение, или вернее, не наше дело, не наше дело. Говорить Богу, какое решение он должен принять после моей проповеди. Или после моего там миссионерского визита. Господь примет решение. Может это будет через год. Может через два. Может никогда. А может быть всю минуту. Человек откликнется и скажет да. Единственная, все-таки главная мысль, которая у нас сегодня все-таки много раз прозвучала, это не препятствовать Богу и Духу Святому работать. Не препятствовать. Каким образом, мы говорили, есть возможность, сделай, есть возможность, засвидетельствуй и своей жизнью, и своим примером, своим словами и так далее. Хочу сказать еще раз в заключении, что для Духа Святого нет границ, нет пределов, нет национальности, нет положений. Царь или простой человек рабочий. Для него нет пределов религиозных разномыслей. Дух Святой все может сделать. Все может сделать. И Христос умер за всех. Дорогие друзья, мы хотим вас пригласить к размышлению над этим в течение последующей недели и всей вашей жизни. Помните, мы с вами очень много можем сделать для Господа. Особенно тогда, когда мы честно подходим к вопросу, когда Дух Святой, когда мы позволяем Духу Святому действовать в нашей жизни. Мы сами ничего не можем, а Дух Святой через нас может многое. Пусть Господь благословит вас и нас вместе. Аминь.